привет друзья мои приветствую вас на канале софт декор сегодня хочу связать кофточку для кружки скоро новый год я думаю это будет отличный подарок для ваших друзей и родных мне кажется способ который я вам покажу это самый быстрый и легкий я купила в ближайшем магазине кружку самую дешевую желательно ровную можно использовать остатки любой пряжи или вот у меня остался такой шнур еще с прошлого года 2 миллиметра можете любой брать вот у меня полиэфирный и какие-нибудь украшения вот у меня такие бубончики мягкие кстати из такого шнура в прошлом году я вязала вот такую салфетку новогоднюю если вам интересно то вот здесь я оставлю мастер-класс посмотрите можно вязать совершенно из любой пряжи так как шнур у меня тонкие 2 миллиметра крючком я буду вязать 3 миллиметра сейчас мы наберем косичку из воздушных петель только оставьте пожалуйста хвостик примерно вот такой и сейчас будем набирать цепочку количество петель зависит от размера вашей кружечки поэтому сейчас точное количество не скажу сейчас я свяжу цепочку и посмотрим сколько петелек у меня получится так я связала цепочку сейчас посмотрим на наши кружечки вот на таком расстоянии от ручки у вас примерно должна заканчиваться цепочка у меня получилось 45 петелек но это ничего не значит так как ваши петли будут зависеть от размера вашей кружечки так следующий ряд я начинаю со второй петли цепочки и вяжу столбики без накида до конца ряда до конца ряда дальше я делаю 2 петли подъема переворачиваю и следующий ряд я буду вязать столбиком с одним накидом за заднюю полупетлю отсчитываем 1 2 петля это у нас уже как один столбик и начинаем вязать в третью делаем накид за заднюю перемычку провязываем столбик с одним накидом и так вяжем столбики до конца ряда не забываем за заднюю перемычку вот этой нашей косички а так следующий ряд сейчас я делаю одну петлю подъема переворачиваем и в следующую петлю тоже за задние стеночки я начинаю вязать уже столбик без накида и так вяжу до конца ряда все ряды будем вязать за задние перемычки так я заканчиваю ряд делаю опять 2 петли подъема и вяжу столбики с одним накидом за заднюю полупетлю и сейчас я буду чередовать один ряд столбик с накидом и следующий ряд столбик без накида все вяжем за задние перемычки косички и в зависимости от высоты вашей кружечки сейчас посмотрим сколько получится видов так я провязала последний ряд столбиками без накида сейчас посмотрим сколько у нас получилось . раз два три 4 столбики с накидом и 1 2 3 4 если считать еще 1 значит 5 столбиков без накида вот на крошечку мне достаточно сейчас я про утюжу немножко отварю ее чтобы она стала ровнее ну вот я ее отпарила она стала более ровная и сейчас мне нужно вот здесь двух сторон у меня будут вот такие завязочки на кружку и сейчас я свяжу воздушными петлями с одной стороны косичку и с другой петелек примерно по 40 а 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 сейчас нам останется вот мы уже оставляли да здесь самом начале вязания шнур вот нам нужно будет связать вот здесь такую перемычку небольшую сейчас я привяжу косичку а вот начну раньше на одну петлю соединительными провяжу вот одну вторую чтобы более плотно было чтоб не растягивался этот край вот так и провяжу 1 2 3 4 но еще одну провяжу 5 и теперь нужно соединить с этим краем тоже несколько соединительных петель так все вытягиваю шнур сейчас я его спрячу ну что мне теперь осталось я вот горячий клеем взяла пистолет приклею вот эти помпончики свои и все наша одежка для кружечки будет готова так все мы и и и и и и и и вот и все наша кружечка готова вот так вот быстро можно сделать ее нарядной надеюсь вам урок понравился жду от вас ваши пальчики лайки кто еще не подписался подписывайтесь пожалуйста на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках всем хорошего настроения до свидания субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok